Потом, позже, намного я познакомился с трактатами по йоге, где объясняется структура личности, как устроена личность. И там говорится, что у нас с вами есть два центра, два духовных центра. Это мы, как личность, как душа. Душа находится в области физического сердца. Поэтому к сердцу такое большое внимание и в медицине той же. Поэтому так мы боимся, когда возникает боль в сердце. Душа, личность находится там. В йоге объясняется, что душа плавает на пяти воздушных потоках. Но есть еще один духовный центр личности. Он находится здесь, в духовном центре, анахата чакра, центр груди. Здесь находится экспансия Бога, пара матма. Пара значит высшая, атма, душа, высшая душа. Есть маленькая душа, мы, в области сердца. И есть высшая душа, сверхдуша, или пара матма, высшая интуиция, божественная интуиция. И голос совести проявляется, заметьте, именно здесь, в центре груди. Чувство совести проявляется именно здесь, в центре груди. И когда мы делаем что-то не так в жизни, очень не так, мы получаем очень неприятные ощущения здесь, в центре груди. Мы никогда не брошены в этом мире, мы всегда связаны с высшей любовью, нам всегда дается руководство. Единственное, чего нам не хватает в позиции ученика, мы не умеем слушать. Мы скорее готовы говорить, чем слушать. Мы скорее готовы настаивать, чем откликаться. Мы скорее готовы планировать, чем понимать, какие планы Бога относительно нас. В этом наша ошибка. Я наслаждающийся, и я контролирующий. Вот ошибки. Продолжение следует...